Маршрут 43-го автобуса, курсирующего в сторону улицы Баранковской, в первую очередь изучат эксперты для составления оптимального расписания. Об этом договорились городские власти, жители и перевозчик. Они встретились накануне в Центре по работе с населением и обсудили автобусное сообщение с районом Баранково и садоводческим обществом «Розочка». Напомним, после завершения дачного сезона перевозчик сократил количество рейсов на этом маршруте, согласовав решение с инициативной группой жителей. Но новое расписание устроило не всех, и в качестве эксперимента число рейсов было вновь увеличено с 12 до 20 в сутки. Жители заявляют, для них это крайне необходимо, иначе добираться до дома очень сложно. Жителям Баранково 2,400 до остановки, остальные, конечно, идут по своим домам. До «Розочки» где-то около 7 километров. Дети, если ходят пешком, если я на работе не могу проконтролировать, то, соответственно, доезжаем на попутках, идем пешком. Обновленное расписание вступило в силу 29 ноября, но для перевозчика оказалось невыгодным. Мониторинг показал, что количество пассажиров на маршруте минимальное, а иногда автобусы и вовсе ездят пустыми. Затраты на топливо и зарплаты водителю и кондуктору намного превышают прибыль. В итоге возник риск, что перевозчик и вовсе уйдет с маршрута, а желающих занять его место нет. Поэтому от нерентабельных изменений предпринимателю пришлось отказаться и вернуться к старому утвержденному городом расписанию. Чтобы найти оптимальное решение, исследованием этого маршрута займутся сотрудники Вологодского госуниверситета. Напомним, с их помощью городские власти ведут работу по составлению единого расписания для всех перевозчиков, как частных, так и муниципальных. От этих результатов и будет зависеть график движения 43-го автобуса. Если исследования института покажут, что туда необходимы эти рейсы, и пассажиры в них нуждаются, эти рейсы будут. Если же скажут, что пассажиров недостаточно для того, чтобы туда ходил автобус с такой интенсивностью, как ходил на протяжении трех недель, то этих рейсов не будет. Кроме того, жители попросили перевозчика на всех остановках развесить точное расписание движения автобуса. Пока бумажное, а затем на специальных табличках, которые уже изготавливаются.